а здрасте около наших рисовых чеков стоит такой вот замечательный комбайн это наш окрос 595 он немножко конечно грязный но внимательный зритель самого начала заметил надпись в левом верхнем углу топлива 0 процентов на самом деле случилось несчастье пришли какие-то пидорасы и слили из него топлива представляете с моего комбайна вот ублюдки я принципе сам виноват что оставил его здесь в общем-то я даже не смог его на базу догнать эту проблему надо решать на самом деле в моих планах маленькую технику которая у нас стартовая была скажем так маленькие сейлки маленькие культиваторы плуги все вот это трактора маленькие они будут жить около рисовых чеков и комбайн этот соответственно тоже есть два варианта можно поставить камеру и пост охраны вот такая вот простая камера есть возможность за 11000 влепить и у нее соответственно вот такой вот радиус действия соответственно в этом радиусе можно парковать технику и тогда ее не сопрут и ничего с ней не сделают или можно поставить пост охраны чуть подороже у него соответственно радиус больше пусть а мне нравится эта идея будет здесь техника жить проживать на дорогах кавказа кстати эта штука еще защищает от того чтобы если ее около базы прямо поставить помните у нас такая хреновина была что обворовали меня залезли в мой дом похитили деньги причем в тот момент когда я шивался у себя на участке короче вот эта штука защитить и от этого вроде как где-то я такое читал ну да ладно это в общем то один из вариантов решения проблемы но мне хочется другое у нас есть возможность построить здесь ангар правда я даже не знаю какой из них будет восстанавливаться или он отдельно будет строиться потому что здесь он какие то есть крайней мере они то ли начали строится то ли еще что то есть вот такой навес какие-то вот гаражи может быть они будут реставрироваться под ангаром может быть нет может быть там с другой стороны есть какая-то хреновина в общем то мы посмотрим сейчас потому что здесь он тоже что то можно строить мне кажется вот этот ангар будет строительство именно его будет реставрация соответственно он будет выгружать технику из оператива и все такое прочее и раз у нас есть такая возможность его построить то почему бы этим не заняться там можно будет содержать всю технику тут кстати тоже еще какой-то навесик есть вот в общем то я хочу сделать именно это поэтому поэтому погнали в строительное агентство точнее строительная фирма и тут опять какая-то деваха идет уставивший свой телефон боже мой совсем все одурели вот смотрите какая штука есть ангар возле рисовой фирмы а ну да вот здесь вот на фотке и есть этот ангар соответственно чтобы его построить нужно привести 60 кубов стройматериалов и 20 кубов бруса и еще заплатить 30 тысяч денег но 30 тысяч денег у нас есть стройматериалы надо будет ехать покупать а брус а брус нужно будет аж производить но в общем то давайте этим и займемся на соответственно открылась стройплощадка мы на всякий случай сбегаем посмотрим тут ли она да тут она вот моргает соответственно все это дерьмо нужно привести именно сюда самое интересное что по сути дела брус придется оставить в фургоне в кузове при в прицепе прямо здесь я себе слабо это представляю возьмут еще ночью и его сопрут интересно потому что стройка начнется только в 8 утра а у нас 8 45 соответственно будем ждать 23 часа ну да ладно погнали начнем с тяжелого то бишь за бруса брус друзья мы можем с вами получить на мебельные фабрики соответственно нам придется ее арендовать по другому никак купить брус здесь невозможно придется пилить деревья и и делать брус это опять куча расходов принципе когда мы строили что мы строим и мойку строили и нам тоже нужен был брус я спилил здесь пару деревьев больших нам вроде как хватило я только не знаю их обратно сюда высадили или их уже здесь нету я знаете что подумал я сейчас мне очень лень считать я ничего не тестировал мы сейчас спилим я не знаю сколько деревьев давайте 55 точно хватит лишний брус если останется который мы его складируем себе на склад и он там будет лежать потому что это не последняя стройка и мы так и сделаем какие что нам еще надо сделать нам нужно во-первых купить себе бензопилу и разумеется опять-таки моя любимая хускварна оранжевенькая стиль кстати тоже раньше но почему-то я люблю хускварна просто у меня на даче лежит именно хускварна я очень люблю и боюсь одновременно страшная хреновина на самом деле и еще нам нужно взять лицензию на выпил деревьев а делается это в лесоохранном комитете прямо вот тут соответственно можно выбрать зону и мы выберем зону 2 потому что мебельная фабрика находится именно там правильно нет мебельная фабрика находится не там она находится чуть выше в зоне один поэтому мы и возьмем зону один возьмем лиственные деревья и всего лишь пять штук мы на этом неплохо сэкономить почти два раза а еще мы по часам на час всего возьмем 16000 вместо 50 нам это дело обойдется в общем-то покупаем покупаем лицензию как ни странно покупаем ее на час как можно купить что-то на час ладно неважно сейчас мы перемещаемся обратно к мебельной фабрике пойдем каких-нибудь три больших дерева спилим и при тарабане так как у нас анакентий сильный он сможет в общем-то их просто так туда вытащить поэтому мы берем пилу и начинаем пилить разумеется скорпиона ради таких забав покупать не имеет смысла ну и как теперь это нужен триггер какой-нибудь падла он не дает пико был был есть пилим первое дерево что-то не текстурка какая-то разрешение прям не очень большое ну да ладно в общем то пилим и нормально можно его тащить а нам надо взять в аренду завод что я прям про это забыл завод мебельная фабрика вот производственные линии арендовать завод нас на выходе будет щипа и брус принципе щипа нам не особо нужно можно будет ее переработать потом в дсп нам это тоже не надо короче арендовать завод и тоже на час и это еще 9000 стоит я думаю за час мы справимся в принципе окошко мы здесь тоже оставим на всякий случай погнали найдем наше поваленное дерево вот она возьмем его ух ты ж ежик я сказал возьмем дерево и потащим его на мебельную фабрику да это тоже определенного рода геморрой так вот вручную носить деревья ничего не поделаешь не мы такие жизнь такая надеюсь она здесь пролезет мне очень не хочется его пилить 500 раз и таскать по кусочкам хочется целиком и я его затащил на мебельную фабрику вопрос куда его выгрузить выгруза щипу выгружать древесину сюда большое дерево в нем будет много древесины о залетела 12 кубов древесины можно в принципе даже завод запускать так и пошло-поехало все здесь зашуршало наверное с пятью деревьями погорячился хватило бы два больших знаете вон еще одно большое лишь давайте сначала их спилим потом будем носить что щипы получается столько же сколько и брусов какой-то кпд там прям не ахти хорошая березка это же березка я просто не разбирали в деревьях тяжело быть тупым будем считать что это березка короче пилим ее пока у нас там завод шуршит раз спили готова он еще одна большая березка просто без разницы какое дерево пилить они измеряются в штуках так падла давай давайте сказала щись ненавижу на мышке играть не получается что с координацией совсем беда что он не хочет и под корень пилить но да ладно в общем-то пилим так хоп готова еще два дерева надо выпустить больших вот это большое тоже мне нравится можно даже под корень но почти под корень давай пились нормально и еще одно какой-нибудь тоже надо побольше выбрать я выбираю их побольше а потом мне же их побольше и тащить вот березка тоже большая она нихрена не хочет пилиться ну давай пожалуйста но было же твою мать его поймал лицензия на спил деревьев окончено очень жаль ну и ладно больно то надо продаем хусквар ну она больше не нужно чтоб не мешало сейчас наша задача дотащить деревья до мебельной фабрики это будет не так-то просто я вам скажу но мы постараемся сделать все аккуратно и безболезненно хорошо быть сильным правда кстати уже тысяча почти литров бруса сделалось да с пятью деревьями погоречес ну ладно останется брус благо его есть где хранить немножко промахнулся нам туда а то знаете ли задним ходом без зеркал твою мать сраный шлагбаум я выбил дерево и ваш не перекинешь просто так через забор нож падла большое неудобно надо его брать в основании ствола это я уже понял и она иногда начинает летать жизнь боль так вроде попал отлично выгружаем второе дерево она выгрузилась она была такое же большое я надеюсь завод успеет переработать кстати все это дело за это время то знаете ли 6 минут прошло уже опять деревьев это не хухры-мухры я вам скажу 5 деревьев это много странно она конечно от пилила здесь стой падла не дергайся ой дерьмо произошло она застряла черт за что что падла то зацепилась и она не выпрыгивает отсюда она за другое дерево зацепилась куча листьев нихрена непонятно твой мать неужели придется пилить я пилу продал ладно к нему вернемся попозже сначала дотащим остальные может там тоже будет какая-то непонятная хрень с ним вот было бы классно если бы хотя не знаю было бы это классный или нет черт она цепляется теперь они друг за друга цепляются ублюдки так главное сейчас за шлагбаума не зацепить его нормально с третьим деревом вроде получилось третье тоже есть еще два с этим видимо будет боль поэтому давайте сначала другое правда повалено смысле опрокинуто но опаньки здесь монетка серьезно ухты еще одна монетка я про них уже даже и забыл так это вот это дерево да это вот это дерево она твою мать залетела на чужую территорию это не есть хорошо да потом кто-нибудь напишет что что у тебя за рп это такое где ты деревья носишь руками тяжеленная просто человек сильный кашу кушал вот такое вот рп а вы тоже кушаете кашу много и тоже сможете носить деревья но это не точно так 4 тоже есть отлично да я погорячился определенные с пятью погорячился просто я не помню сколько надо было так падла как тебя теперь отсюда достать столько веток нихрена непонятно где здесь мое дерево где не мое отсюда его хер вытащишь или вытащишь о вытащил слушайте как замечательно я думал сейчас будет много секса с этим делом а оказалось что нет казалось все просто твою мать а все время под все с деревьями в общем-то покончено они у нас в обработке 50 минут еще будет работать этот заводик я надеюсь он успеет если не успеет будет обидно у нас есть еще дела для этого мы едем на базу а потом в магазин что же друзья нам нужно в магазине нам нужен контейнер для того чтобы привести туда стройматериалы стройматериалов нужно 60 кубов они как раз влезут вот в этот замечательный контейнер 40-футовый знаете мне почему-то есть желание его купить он не так дорого стоит купить и забыть про него давайте купим почему бы нет можно даже под свет нашего суперского мана красненький взять и купить и соответственно взять контейнеровоз контейнеровоз нужно брать большой вот такой тысный полин падла то 25000 стоит а может не надо было покупать ладно купим у нас потом еще будут и игра с всякими рефрижераторами так что он берем пока есть деньги тут он есть еще смотрите какие контейнеры контейнер цистерна рефрижератор холодильник котором можно пельмешки всякие возить мясо и она не будет в нем портится правда его нужно будет заряжать для того чтобы его заряжать нужно будет его от контейнера генератора заряжать а контейнер генератор работает от контейнера топливного короче все очень интересно и мы еще потом это посмотрим возможно кстати скоро потому что мы же скоро будем овечек наших убивать ну ладно речь сейчас не об этом нам нужно купить еще точнее взять в аренду полина я даже не знаю с одной стороны можно взять в аренду вот эту вот хреновину автокран и с помощью него подцепить контейнер поставить его на контейнеровоз можно взять погрузчик вот такой вот Погрузчик стоит взять 20 тысяч, а кран 8. Проблема в том, что с краном я буду мучиться очень долго. Я не умею, у меня не получается. Но, ладно, мы все любим мучения. Точнее, может быть, мучения мы не все любим, но мои мучения любят все. Это я прям уверен. Поэтому арендуем его. Во, вот такая вот бодяга. Самое сложное, это этот самый контейнер подцепить. Попасть в триггер. С этим у меня будут явно проблемы. Надо встать как-то ровно по центру. Я точно знаю, что оно ровно по центру, триггер этот. Наверное, надо вот так вот сделать. Даже пересел в контейнер. Слушайте, как все здорово. Так, это понятно. Вот это тоже понятно. Теперь нужно искать место. Самая проблема, что я даже не знаю, на какой высоте это оптимально делать. Но сейчас мы как-нибудь сделаем. Надо сделать один раз, а потом у тебя будет получаться все время. Эй, тихо, а что он складывается? Я случайно. Дружище, прости. Давай-ка обратно. И вроде как надо еще вот так вот это все дело повернуть. О, я попал. Черт. Я попал и случайно нажал на кнопку сложить эту всю хреновину. Твою мать, мне как обычно не повезло. Но как-то же вот так вот было. Че ты начинаешь? Ну работало же. А? Во. Вот так вот. Хдыщ. И оно работает. Можно, в общем-то, это все дело поднять. Мы мучиться с погрузкой на контейнер не будем. Мы сделаем немножко проще. Мы подгоним прицеп под контейнер. Так же намного проще сделать, правильно? Наверное. По крайней мере, мне так точно. Я надеюсь, что у меня получится. Раза хотя бы со второго. Я не буду миллион часов с этим мучиться. Сраные контейнеры. Ну, вроде что-то вот в этом духе. Нет, не попал. Вообще ни разу не попал. Да, из меня парковщик задним ходом тот еще. Во, вроде вот так вот. Вроде ровно. Теперь мы переходим на кран. Надо немножко это все в бадью опустить. Ой-ой-ой. Она шатается. Надо было другой кнопкой. Я, по-моему, делаю только хуже. Сейчас у меня упадет, перевернется и все взорвется потом. Во. Вроде норм. Сейчас он мне даст здесь подцепить. Не дает. Представляете? Вот же ж падла-то. По-моему, то, что я сейчас дернулся, сделал только хуже. Вот же ж чёрт-то, а. Ладно. Это проще, конечно, вдвоем делать. Но если я его вот так вот отцеплю, надо немножко вперед на мане проехать. Самая малость. На граммулечку. Вот так вот. И можно бросить контейнер. Просто его тупо отцепить. Должно получиться. Ну, вроде же стал. Если не стал, мы сможем его подцепить. Ничего страшного. Стал. Отлично. Всё, контейнер готов. Соответственно, от этого крана можно избавляться. Всё оказалось не так плохо. Могло быть и хуже. И из аренды мы его сдаём. Теперь, друзья, погнали на вокзал. Соответственно, паркуем наш ман вот сюда. Здесь специальная зона покупки. А вот сама покупка происходит в другом месте. Нужно идти в главный офис на вокзале. Именно там покупать. И здесь где-то ещё монетка. Ни хрена себе. Я что, не все монеты собрал? Да я симпене и не все монеты собрал. Мне кажется, она на контейнере где-то лежит или на крыше. А нет, вот она. Здравствуй, монетка. Интересно, здесь как-нибудь можно выйти? Будет с рельсов. А, на станции, правильно. Поезда здесь нету, поэтому ничего страшного. Так, где-то здесь вот офис был. Вот. Закупка товаров по ЖД. И, соответственно, стройматериалы покупаются здесь. 60 кубов, 30 тысяч. Твою мать, как всё дорого. И они, соответственно, уже там, балероны на станции. Всё это дело загрузили в наш контейнер. Поэтому мы можем идти обратно. Садиться в наш прекрасный ман. И вести всё это дело на место стройки. Всё загружено. Стройматериалы. Как здорово. В общем-то, погнали. Как ему тяжело-то ехать сразу стало, а? Очень интересно, сколько эта падла вся весит. Я, правда, не взвесился пустым. Точнее, взвесился, конечно, но не обратил внимания. На взъезде весы были? На взъезде. На въезде. Но сейчас мне прям даже стало интересно. Потому что ему стало тяжело ехать. А это тяжелый ман. Он, типа, крутой. Мощный. Должен без проблем всё возить. Ну-ка, расскажи-ка мне, сколько ты весишь. 42 тонны. Всё вместе. 32 тонны прицеп. Со стройматериалами. Нормально. Короче, погнали на стройку. Чёрт, я его опять чуть не уронил. Что-то сегодня у меня всё падает. Пытается опрокинуться. Но на этой херне, на самом деле, довольно тяжело ехать. Быстро. Может, на руле было бы проще. Но она всё время норовит опрокинуться. В общем-то, стройплощадка. Соответственно, вот здесь вот мы... Ой-ой-ой. Не контейнер. Мы цепляем весь прицеп с контейнером. Вот так вот. И смотрим, засчиталась она нам или нет. Увидела ли строительная фирма, что мы сюда это всё дело приторобаним. Увидела. Отлично. На 60 кубов всё чётко. Ну, а теперь, друзья, мы тогда ждём... Ждём брус. В общем-то, народ. Осталось 4 минуты аренды. Я сюда уже пригнал технику. Уже прошло кучу времени. Забрать щепу. Мана пригнал. Урала пригнал, на котором мы брус повезём. Только вот проблема в том, что... Не успел он за час всё сделать. Даже половины не сделал за час. Поэтому нужно арендовать завод. И, видимо, ещё на целых 2 часа. За час он хер успеет. Хотя, с другой стороны, давайте арендуем на час. А через час мы посмотрим, успеет он или нет. Ну что ж, господа, хренушки. Не успел он. Причём не успел прилично. Поэтому нужно арендовать завод ещё на час. Ещё 9 тысяч. Капец. Нам этот ангар обошёлся в кругленькую сумму. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Ну что, народ, последний штрих. Уже всё почти доделалось. Совсем чуть-чуть осталось. Маленькая чуточка. И завод остановился. Мебельная фабрика остановлена. Замечательно, что присылаются такие замечательные уведомления. Соответственно, чтобы не платить за склад, когда у нас закончится аренда, нам нужно загрузить сюда щепу. И мы её отвезём к себе на базу. А брус? Брус, кстати, нам тоже нужно будет отвезти на базу. Вроде как его можно будет там хранить. Хотя, прикиньте, если нельзя. Я в это поверю. Брус, значит, нам надо 20 кубов. Соответственно, нужно будет съездить сюда целых 3 раза. Забрать сейчас 24 куба. Отвезти их на базу. Потом забрать всё остальное, чтобы оставить 20 кубов. И последнее уже вместе с прицепом оставить настройки. Вот так вот это работает. Короче, 500 раз ездим. Ну ладно. И это, друзья, по пандос. Брус здесь не принимают. Твою мать, где его можно хранить? Короче, народ, я тут вроде почитал справку. И ничего путного не нашёл. И это грустно. И знаете, друзья, что я подумал? Я думаю, может быть, тогда построить ангар ещё на ферме заодно. Раз у нас этот брус есть. Но правда, надо брать прицеп ещё один. Покупать или арендовать. Вот твою ж мать, а. Можно на товарный склад отвезти. Вроде как можно его арендовать на время. Тут он большой склад на 1200 кубов. Можно отвезти туда. Можно на оптовой базе продать по 500. Весь лишний брус. И это, в принципе, нам даже отобьёт аренду на час. Десять тысяч мы за это получим. За этот прицеп. Вот же ж чёрт, а. Даже не знаю, что делать. Знать бы ещё, сколько аренда этого самого товарного склада. В сутки будет жрать. А вот хрен его знает. Ладно, народ. Я подумал, что мы это всё дело продадим. Что-то мне неохота мочиться. Единственное, что может быть, есть поставка. Поставка бруса. Есть контракт на брус. Но его здесь требуется до хрена. И это прям вообще невыгодный контракт. Ладно, поехали продавать. Знаете, народ. Я, в общем-то, придумал одно решение проблемы. Правда, я не знаю, насколько оно хорошее. Потому что все идеи, которые приходят почти в полвторого ночи, они, как правило, не очень хорошие. В общем-то, мы выгружаем весь этот брус обратно. И загрузим сейчас сюда 20 кубов. В этот прицеп именно те, которые мы отвезём на нашу стройку. Туда больше не надо. То, что там будет лишнее, останется в прицепе. Поэтому выгрузить 4 куба у нас вряд ли получится. А вот загрузить 20 у нас получится. Поэтому загружаем. И, соответственно, этот Урал мы повезём. В общем-то, оно грузится. И знаете, какой временный склад я придумал? Это наш поезд. Вот он. Я сюда пригнал один вагон. Именно в него мы сейчас и загрузим весь оставшийся брус. 27 кубов. Пускай он лежит здесь. А когда нам понадобится куда-нибудь его приложить, я даже не знаю, может, я этот вагон здесь оставлю. Хотя локомотив нам понадобится. Хрен его знает, короче, как я буду действовать. Опять-таки, у меня сейчас нет идей. Время поздно. Наша задача сейчас отвезти вот эти вот сраные 20 кубов на место стройки. С маном-то здесь ничего не сделается. И с поездом ничего не сделается. Сейчас выйдет аренда завода. И чтобы не платить за склад, как бы... Не хочу. Я очень алчный человек. Жадный. Стоять-то там можно бесплатно. А вот, чтобы там брус лежал, за это нас будут драть деньги. И охренеть, там молния шандерахнула. У нас опять гроза. Грозы пошли. Не люблю грозы. Сверкает всё, гремит. Это такое себе на самом деле. Ну да ладно. Ничего страшного. Я уже большой мальчик. Я не боюсь грозы. Наверное. Не суть важна. Вы, кстати, ребята, можете в комментариях свои идеи предположить. Куда деть остаток бруса? Можно действительно и построить что-нибудь. Упс. Мебельная фабрика аренда закончена. Успел тютелька в тютельку всё. Да. Время-то позднее уже. Капец. Опять я потратил миллион часов на запись серии. Я на самом деле такое не очень люблю. Но ничего не поделаешь. А потом ещё начинаются всякие комментарии. Мол, короткая серия. Ну и похер, что ты её записывал 10 часов. Она короткая. Делай длинное. Скучное, но длинное. Ладно, всё. Я обещал перестать ныть. Просто, знаете, наболело. Мы, кстати, уже почти приехали. Тут через полкарты нужно ехать с этого сраного мебельного завода на нашу стройку. Благо у нас Урал едет не 40, а хотя бы 80. Потому что если бы он ехал 40, я бы убился за это время уже. Может быть кто-то знает, где можно хранить этот брус бесплатно? У себя на базе или на каком-нибудь хранилище. В общем-то я... Сейчас у меня нет никакого желания искать. Ребята, поверьте на слово. Не до этого. Во. В общем-то мы это дело паркуем сюда. Я так понимаю, здесь оно тоже ни хрена не охраняется и могут спокойно слить топлякой отсюда. Но ничего не поделаешь. Придётся оставить. Что у нас здесь там с посевом-то? У нас уже первое поле засеялось. И уже... Я воду даже открыл здесь. Потиху водичка капает. И второе поле сеется. Там уже едет третий круг, наверное. Или это уже четвёртый даже. Скорее третий или четвёртый. Ладно, неважно. И у нас есть ещё одно поле. Оно в общем-то всё за кадром у нас доделается. И всё будет нормально. Шестое и седьмое поле, кстати, у нас уже тоже засеялось. И этот парниша, который засеял здесь канолу, он уже поехал на тридцать седьмое. Чего мы туда тоже слетаем, посмотрим. Он здесь, кстати, тоже уже пол поля засеял практически. Молодец какой. Быстро работает вальтра. Здорово. Короче, друзья, на следующий раз у нас уборка полей, наверное. Канола, рис. Заодно построится этот самый склад наш. Нужно будет продать немножко клубнички. Может быть денег подзаработаем, а может быть и не подзаработаем. Там в общем-то разберёмся. И опять-таки, пишите насчёт бруса. Мне потому что интересно, я не могу всё знать. Может быть где-то можно его скинуть. Потому что есть вот тут товарные склады где-то неподалёку. Их вроде как можно выкупить себе, но мы их пока не выкупили. Может быть их можно арендовать, можно это хранить здесь. Но сколько это будет жрать у нас денег за 20 кубов бруса? Хрен его знает. Денег жалко. Может быть его проще продать. Так что ладно, посмотрим. В общем-то, друзья, не забывайте про лайкусики. Давайте соберём прям их очень дохренище. И черканите какой-нибудь комментарий. Мне будет приятно. Если вам нечего сказать, просто напишите что угодно. У меня в общем-то на этом всё. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки.